Теорема Ферма Эйлер. Эйлер это не менее великий фирма, чем Ферма, но граждане они могут изучать. Жили в разное время, Эйлер позже, чем Ферма. Ферма это середина 17 века. Ферма, хотя и доказал эту теорему, но, строго говоря, не опубликовал ее доказательства. Причина уважительная. Тогда научных журналов в принципе еще не было ни одного. Он написал письмо с доказательством этой теоремы, но не с доказательством в современном смысле слова, а письмо, которое объясняло основные идеи. Дело в том, что тогда не было принято подробно писать тексты. Считалось, что человек, которому ты пишешь, он тоже ученый, и поэтому он должен додумать сам умный. Вот я ему написал примерно как. И это было во многом еще из этих средств, которые у Петрежа. То есть они писали друг другу такие письма, и когда там в письме пропущены какие-то моменты, то если не удавалось расшифровать, ну, значит, вот тот ученый, что называется, хуже, чем тот, кто писал. То есть это было еще немножко у Петрежа. В общем так, Эйлер полностью, что называется, расшифровал то письмо Ферма и превратил доказательства. То, что Ферма знал доказательства, безусловно, написать письмо, не зная доказательства, письмо, которое написал Ферма, было совершенно невозможно. Потому что там действительно основные моменты отражены абсолютно разумно. И если бы Ферма не знал доказательства, то он, конечно, не придумал бы такое письмо. Но, с другой стороны, впервые по-настоящему, что записано, доказательства придумал Леонард Фермен. Ребята, дальше эту теорему доказывали, доказывали и доказывали. Я давайте прямо по книжке расскажу, кто ее доказывал, потому что история, на самом деле, забавная. Лагранж, между прочим, совершенно замечательный тематик. Гаусс, начало 19-го века. Эту теорему доказывал Герман Минковский. Он жил с 1864 по 1909. Точно когда я ее знаю, где-то вот самый-самый конец 19-го века или даже начало 20-го. Совершенно замечательные доказательства Минковского. А еще иногда в этой теореме выяснилось, что вот этот вот длинный и замечательный совершенно ряд доказательств действительно научный, действительно серьезный. Закончился он, по-моему, в 2004 году тем, что удалось придумать доказательства, которые вообще, что называется, ничего не требуют. У него доказательства тоже 36, и про них я даже могу точные даты зачитать. Был такой математик Роджер Хитт Броун в 1971 году придумал, в 1984 году опубликовал идею. После него был Дон Цагир, в 1990 году опубликовал доказательство Дона Цагира, называлось доказательство в одну строчку. Ну, на самом деле, в одну строчку это он сильно сказал, потому что это одна строчка, и там было немало формул, и вот так выяснилось, что действительно эту теорему можно доказать вообще практически без формул. Если П простое число вида П равно 4Н плюс 1, где n любое какое-то натуральное число, то существуют такие натуральные числа, для которых П это сумма квадратов. Будьте добры записать в тюрьму глуху, для тех, кто не знает. Это называется квадрат существования. Так коронко пишут слово существует. Дело в том, что есть такое слово existent. Соответственно, его первую глуху переворачивают, чтобы было понятно, что это не просто, а сокращение. Это называется существует. Между прочим, в математике так же часто, как существует, говорят для любого. Так вот, вместо того, чтобы каждый раз писать для любого, делают так, что слово all, верхнюю букву переворачивают, называется кванта-всеобщность. Повторяем. Теорема, фирма и лена. Если число простое и дает остаток один при делении на четыре, то это число представимо в виде суммы двух квадратов. Альтерчис. В любом случае, ребята, это вещь совершенно удивительная, потому что, что называется, закрыть вот такую вот задачу, которой занималось огромное количество действительно выдающихся математиков, было для меня абсолютно неожиданно. Прочитав доказательства Лафанира, вдруг понял, что на самом деле все гораздо проще, чем у него, и что это можно нарисовать, не будет ничего сложного. Но для того, чтобы действительно все понял, мне потребуется очень много рисовать. И вам тоже потребуется довольно много рисовать. А еще больше потребуется внимания. Потому что я буду говорить казалось прекрасные вещи, а вдруг в какой-то момент выяснится, что доказана трудная теорема. И вот этот вот переход от того, что я говорю вроде глупости какие-то, к тому, что вдруг доказалась серьезная теорема, он будет очень неожиданным.